В каком-то рынке уйду, в нашем артиле. Приятно так пахнет специями. В общем, сегодня 1 августа, и я вся на распухе. То ли мне ехать домой, то ли мне поехать в Анталию на недельку. Раз уж я в Турции, по сути, почему не съездить, да? И время у меня есть, и возможность финансовая есть поехать. Но у меня уже сил нету. Привет. Привет. Молод мазель. Такие начинают разговаривать по-английски. Вы дебилы, вы учите русский язык. В Турции треть отдыхающих из России. Они начинают разговаривать на английском. Я начала этим болванам говорить. Они тоже там, привет, типа, как дела, начинают на английском говорить. Я говорю, дебилы, учите русский. Они поняли, видимо. Откуда-то специями пахнет. Кстати, очень много отдыхающих из Европы. У меня были мелочи. Евро. Без проблем в магазине продают. На 2 евро я купила на себе в отель воды, молока. Я только завтрак жив плечом. Юмратти уехала сегодня утром. Это та девушка, которая из Литвы. Как ее зовут? Молга. Молга из Польши осталась. Девушка приехала из Европы на мотоцикле. Такая маленькая, хрупкая, и на мотоцикле приехала. Сейчас пойду, сяду, я на площадь Султана Хмеда буду горевать там. Куда поехать? То ли домой. Кто-то меня проклял, мне кажется, в России. Не просто же так мне кто-то цапнул за ноги в парке Гюльхане. А то, что они у меня красные. Но сегодня, кстати, меньше. Гораздо меньше. Краснота спадает. Не жжет абсолютно. Я не пила никаких таблеток. О, как красиво. Ой. I'm sorry. Добрый день. Девушка. Арабов нельзя снимать. Приятный запах. Специи, специи, специи. Когда я провожала ее Мрати, зашла к ней в номер. А она, она рассыпала специи, которые купила в подарок сестре. И там просто невозможно от этих специй. Как раз был кондиционер выключен. Я думала, я подохну. Я поднялась чуть выше. Поднялась чуть выше от своего отеля. А, вон голубая. А, вон голубая выключить. На одну выключу выше. Блин, идите противно. Вечно орут. Мячиком разбейте окна у витрины. Пожалуйста. Все, лесенки, 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 лесенки. Вот голубая мечеть. А, я в голубую мечеть пришла в первый же день. Еще видео не выложила. Там, как трехминутное видео. Я, Юмурати и Вагид. Ходили в мечеть. Лестницы, лестницы, лестницы. В русский? Да. Очень много русских. Вы слышали русскую речь и засмеялись. Хожу сегодня в брюках. Ну, таких легоньких. И не закатываю штанишки. Хватит, блин. Цапнули меня. Мне подруга написала в WhatsApp. Что, аллергия на отдых? Ага. Нет у меня никакой аллергии на отдых. Это после того фото, когда я выложила ноги свои. Покрасневшие. Облачно сегодня. Господи, опять цветут эти ужасные цветы. Эти отвратительные цветы, которые... Я прям чувствую их запах, которые в мае цвели. Они что, круглогодично цветут? Прямо вот уже умоталась отдыхать. Наверное, надо полететь домой. А что я буду дома делать? Доехать до Анталии очень просто. Это 7 часов на автобусе. Билет около 100 лир. Это вообще ерунда. 1500, к примеру. В Анталии, на Тривага посмотрела, есть отели, есть даже недорогие отели. И очень можно выгодно остановиться и ночей 5-6 провести. Но из Анталии очень дорогие вылеты. Из Стамбула, вылеты недорогие, на 4 августа цену 4410 до Москвы, внуково. Внуково и Петербург 3999, 4999, в зависимости от времени. Ну, в общем, дешево. Цена недорогая. Пойду сядю на лавочку. Я поняла, почему мне не хватает. Я сейчас кепку надену. Это лавочки в центре, возле голубой мечети. Девушку из Польши с собой брала. Молго. Хотела взять. А у нее работа удаленная. Блин. Надеемся. Нельзя ходить в башку на печет еще. У нее работа удаленная. Она сидит там в кафешке, где мы кушаем. Ну, типа, где у нас завтрак. Она сидит, свою работу делает. Учий русский болван. Нужен нам ваш английский. Правда, что? Ага, точно. Ричка. За 50 центов сегодня купила такую бутылку воды. Эти центы? Их в обменниках не принимают? Ех, потрачу. Я подумала, может быть, если бы в Грецию мне не нужна была бы виза, я поехала бы в Грецию. Кстати, нужно уточнить мне. В Грецию недорогие... Из Турции в Греции недорогие вылеты. Очень даже недорогие. Можно... Транзитная виза, в стране нужно пребывать не более двух дней. Может быть, по транзитной? Слышала бы меня сейчас моя мама. Ну, мама посмотрит? На Ютубе. Скажет, ну ты вообще офигела. Это вот, как говорится, как так отдохнуть, чтобы захотелось поработать. Но мне поработать все равно не захотелось. Разула. Сейчас сижу босиком, ноги достала из шлепок. Так вот, лавочки выглядят. Уже видео 9 минут 26 секунд. Вот там Ая София. На Гранд Базар не хочу идти. В Ая Софии не хочу идти. В Голубую мечеть не хочу идти. Фонтан... А, кстати, фонтан выключен, что ли? Фонтан, знаете, ты выключен. Что-то я его отсюда не вижу. Куда пойти, куда пойти? И домой не хочу. Солнышко спрятывалось, хорошо сидеть. Надо было, наверное, в Сарайор остаться на два дня. Но там... Там на самом деле пляж. Там, как Таиланд. Прям вот песок... Мягкий-мягкий. И именно вот в сериалах всегда показывают особняки дорогие и выходят на море через дорогу. Вот именно тот район... Именно тот район Сарьер. Мы проезжали по той улице. Именно вот те особняки, где снимались сериалы. В чем винах от Магируль. Там... Какие там еще сериалы снимались. Именно вот эти вот особняки, вот эти вот исторические. 1900, там... 16-й год постройки. Но он отреставрирован. И он, типа, бит сайдингом. Я пыталась снять, но там шел большой транспорт с той стороны. Мы ехали не по той стороне. Не было возможности снять. Сняла, и там не видно. Видно только крышу. И Ая София отсюда надо сфотографировать. И туда она очень красивая. Вон, тоже русский. Ая София нужно отсюда сфотографировать. Ая София отсюда прекрасно сроклится. Если человек знает, что это Ая София... Даже если ты одну башню сфотографируешь, не то будешь знать. О, поймем. А вот это для первой династии. Флаг. Опять ничего не видно, что снимаю. Флаг загнулся. Ага. Ага. Ну, азанчик спели бы. Звуки азана у меня... Чё это такое? А, всё. Вбрала. Сейчас допью водичку. Пойду мороженого куплю. Да, давай. Угу. 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 Султан Ахмед это типа площадь Султан Ахмед. И близлежащие дома. А так на районах этих называется. Так, так, так. Ну что, не ехать, нет? В Анталию. Или, может быть, мне в Каппадокию съездить. Каппадокия шикарное место. Вообще всех валят. Всех валят. Просто. Кстати, я хочу сказать, не нужно бояться путешествовать, допустим, в одиночку это раз. А во-вторых, в той стране, когда вы никогда не были. Не нужно привязывать себя к каким-то групповым турам. К какому-то обязательному отельному отдыху. Зачем всё это? Не обязательно учить язык. Просто скачать разговорник. Говори по-русски, чёрт бы я подрал. Да, я выручил фонтанк. Вот так выглядит Мавзолей. И этот хроник. Султан Ахмед и его супруга. Как её звали? Султан Ахмед. Сериал ещё такой был. Как её звали? Ахмед. Казнатоки Сори и Турции. Зачем я вспоминаю, да? Очень красиво. Очень красиво. Прям вот хожу, скучаю. Схожу, наверное, сейчас на Мраморное море. Это вот чуть ниже моего отеля. Там я знаю место, где нет валунов. Ну там с пирса спускаться. Так, отлично. Как бы себя развлечь, а? Пофоткаться, что ли, может быть, где-нибудь. Блин, эти голуби, этих голубей везде. О, Биг Бас, Истанбул. Туристические автобусы. Да, в кепке гораздо лучше. Гораздо-гораздо. Ну всё, с любовью, Истанбула. Ваша Инна. Пока. Исмай! Так, как вы читали. Исмай! Я цель.